Привет, друзья! Друзья, неоднократно пытался записать видео про свой автомобиль, который я купил еще полгода назад. Это автомобиль Infiniti QX30S. Купил я его еще в июле месяце 2023 года. Сегодня 24 декабря. Я собрался продать данную машину и поэтому сниму для вас видеоотзыв про этот автомобиль. Что в нем мне понравилось, что не понравилось и так далее. Поэтому не переключаем авансом, ставим лайк, подписываемся на канал. Ну а я буду для вас снимать свой автомобиль. Перед вами Infiniti QX30S. 2016 года выпуска. Машина-американка. Машина оборудована двухлитровым турбированным бензиновым мотором от Mercedes. Впереди у автомобиля вот такая огромная решетка, которая смотрится очень спортивно. Чем-то, возможно, даже похоже на Мазду. Огромный капот. Вся машина в обтекаемых линиях. Так, одной из фишек данной машины есть оптика. Очень классно выглядит диодная подсветка. Адаптивная оптика. Это вообще отдельная история. Оптика за тобой поворачивает, подсвечивает тебе. Если делаешь резкий поворот, обязательно загорается здесь боковая подсветка. Но это фантастика. Также у данной машины есть система адаптации фар. То есть она сама ближний-дальний свет переключает. Задняя оптика диодная, передняя оптика диодная. Вот такой двойной выхлоп у автомобиля. 19 колеса. 245 ширина колес. Также у машины панорамная крыша. Сейчас я открою капот и мы посмотрим, каким же мотором оборудована данная машина. Итак, машина оборудована двухлитровым бензиновым турбированным мотором. Так выглядит подкапотное пространство. Все плотненько. Бачок расширительный здесь. На компрессор трубки идут. Вот я когда купил эту машину, у нее был сразу неисправный компрессор. Замена компрессора вышла относительно недорого. Новый компрессор в коробке 200 долларов. Замена и с заправкой мне в районе 250 долларов вышла. С этой стороны бачок омывателя находится. Отмечу огромным плюсом. То, что у данной машины идет система омывайки с подогревом. Вот, посмотрите, двойной получается. Везде идет шланг. Вот шланг, а вот два проводочка. И в шланге идет подогрев. Обалденно. Даже в зимнюю погоду у меня ничего не замерзало, когда были морозы. Сегодня, конечно, погода теплая. Примерно около 90 градусов тепла. Сейчас я машину заведу, и мы увидим с вами, какая температура на улице. Но были вот морозы три недели. И машина вообще не замерзайка. Даже летняя у меня не перемерзала. Это огромный класс, когда вот, например, в демисезон у вас там осталась еще летняя незамерзайка. Здесь хлопнули морозы. Вы знаете, что у вас все равно будет обрызгивать система. Конечно, на это надеяться не стоит. Но отметим это огромным плюсом. Видите, крышечка Infinity. Здесь как бы все значки Infinity. Теперь мы с вами просто снимаем эту крышечку. Ставим в сторону. И перед нами звездочка. То есть, значок Mercedes. Вот. Значок Mercedes. Итак, весь двигатель. Чтобы вы понимали, это первая совместная работа Nissan и Mercedes. То есть, по большому счету, это Mercedes GL. Один в один. С него взяли двухлитровый турбовый мотор. Вместе с коробкой 7G-троник. Все полностью от Mercedes. Я когда купил эту машину. Читал ее там на ошибки и так далее. Есть они или нет. То можно было увидеть, что все блоки от Mercedes. На многих деталях вин-код автомобиля. Выбитый. Вот. Ну, допустим, здесь на патрубке вин-код. Здесь на крыле вин-код. На другом крыле вин-код. Дальше я также покажу, где еще есть вин-коды. Что хочу сказать про данный мотор. Машина очень динамичная. Так как она немного весит. Набирает скорость. Она очень круто. Я на этой машине ездил. В основном максимальную разгонял 200. Машина идет дальше. Но мне было дальше почему-то страшно. И боялся, конечно же, получить в Польше штраф. Так. Самое важное. По расходу. Если двигаться по ежевогорной местности. Если двигаться относительно не быстро. Там скорость до 80. Средний расход получается 6,7 показывает. Автомобиль. Я вот несколько раз ездил в Прагу. Вчера я возвращался тоже из Праги. Ехал со скоростью 130-140. Средний расход у меня показывало 7,4 литра на сотню. Я считаю это обалденным расходом. Когда я ехал по Германию со скоростью 160-180. Там разрешены такие скорости. То у меня расход показывало 9,8 до 10 доходил. Я считаю при такой скорости это отличный расход. Машина рулится. Ну непередаваемо. Машину так прижимает. Комфортная езда. Никакого шума. Я читал до этого отзывы, что машина очень шумная на скорости. Не верьте этому. Я говорю 100%. Очень тихо все в машине. Слышите? Мотор работает идеально. У машины парктроники. Есть. Дальше. Сзади парктроники. Камеры. Есть видеообзор 360. Его я сейчас отдельно вам покажу. Это отдельная тема. Предлагаю продолжить и заглянуть в салон данного автомобиля. Итак. Подходим к двери. Машина имеет бесключевой доступ. Очень отлично закрывается система автоматическое складывание зеркал. Так же самая бесключевая доступ. Она открывается. Все исправно работает. Открыли. Открываем двери. Сейчас зеркала сами разложатся. Обзор машины, как всегда, начну с двери. Открываем дверь. Смотрите. Карта. Карта вся мягенькая. Пластик. Ничего не гремит. Здесь прошита кожей. Обратите внимание, какая ровная строчка. Здесь черная, глянцевая получается вставка. От Мерседеса также позаимствовали управление сидением. Три режима памяти. Кнопка открыть-закрыть двери. Дальше управление зеркалами. Их можно принудительно сложить, нажать, выбрать режим. Ну и управление стеклоподъемниками. Здесь имеется колонка. Присев в автомобиль, сразу встречает такой мультируль. С правой стороны управление мультимедией. С левой стороны управление информацией на приборной панели. Как я вам обещал, сейчас 9,5 градусов на улице. Поэтому тепло. Имеется подрулевые лепестки. То есть возможно управлять автомобилем в ручном режиме. По факту механическая коробка передач становится. Здесь управление светом и включение противотуманных фар. Впереди и сзади. Здесь электронный ручной тормоз. Дальше. Как у всех мерседесов. С левой стороны это управление системой дворников и светом. Под левым рычагом управления светом есть рычаг управления системой круиз-контрольной. Круиз-контроль на данной машине адаптивный. Работает отлично. Отделка торпеды отличная. Также ровная строчка везде. Торпеда мягкая. Ничего не гремит. Стойки и потолок сделаны из алькантары. Тоже очень приятно тактильно ощущать материал. Также ровная строчка. Все мягенько. Ну дороговизна отделки чувствуется. Внизу управление мультимедией. Есть подогрев сидений передних с двух сторон. Можно отключить все сенсоры. Можно включить. Есть возможность отключить подушку безопасности, если вы впереди ставите ребенка. Ну и здесь управление климат-контролем. Сейчас у меня кондиционер отключен. Ну как бы зима смысла нет. Либо же его включаешь. А есть же вот эта функция автоматически, когда глохнет автомобиль в пробках. Меня это бесит. Я сразу отключаю. Но проблема в том, что каждый раз нужно ее отключать. Вот если не отключил, то на светофорах у вас машина будет глохнуть. Здесь есть максимальный обдув переднего лобового стекла. К сожалению, подогрева лобового стекла у данного автомобиля нет. В этой так называемой пепельнице находятся два разъема USB флешка. Коробка передач робот обыкновенный. Есть run drive назад, drive вперед. Нейтральный паркинг. И возможность менять режимы. Режим drive, мануал ручное управление и спорт. Два подстаканника. Подстаканники также подсвечиваются. Данный пульт управления я вам уже показал. Здесь все просто. Аудио. В меню можно зайти. Можно сразу в карту. В камеры зайти. На ходу он не включается. Только когда паркуешься. Или там только машина стоит на месте. Ты можешь нажимать и смотреть по камерам. Что как происходит функция назад. Дальше подлокотник. В подлокотнике также имеется прикуриватель. И здесь флешка для карт. Очень удобно. Рука лежит. Едешь. Мне данная фишка очень нравится. Машина имеет панорамную крышу. Видите, я вот открываю. Панорама. Очень мне нравится, что так благородно, желтым цветом подсвечиваются все кнопочки. Сейчас в дневное время этого не видно. Но я буду ехать во Врослав. Я для вас обязательно эти все прелести сниму. Сейчас я вам покажу систему 360. Здесь под рукой имеется управление. Выбираем камеру. И сразу у нас обзор. То есть показывает, что происходит сзади. И с этой стороны обзор 360. Впереди камера. Две камеры в зеркалах. Одна камера сзади. Если вы, например, к правой стороне паркуетесь, то можно выбрать, опять же, нажать еще раз на эту кнопку. И видите, вам покажет правую сторону, чтобы хорошо было видно. Ну, машина с мойки, там капельки. Поэтому немножко. Так я сейчас, если каплю убрать. Ну, в целом, система очень классная. Удобная. Парковаться очень удобно. Подкачка. Поддержки поясницы. Имеется. И управление сиденьем происходит кнопками на двери. Все просто. Вперед. Назад. Спинка. Регулируется. С пассажирской стороны сиденье также имеет управление сиденьем электронное. Подкачку сидений. Эво коврики делал под заказ. Сразу в машину ложил. Надпись Infinity подсвечивается. Ночью очень круто выглядит. Сиденье от Mercedes. Также обычно ставятся на JLA различные модели. Очень классно выполнено. Кожаная. Черная кожа. И белая вставка. Смотрится так очень по-спортивному. И придает изюминки данному салону. Сзади. В машине места достаточно. Это обычная легковая машина. Скажем так. Его здесь немного. В каком-нибудь джипе. В минивене. Его будет больше. Но для семьи достаточно. В задних сиденьях есть крепление для системы ISOFIX. С двух сторон. Здесь можно сделать подлокотничек. Если едут сзади два пассажира. И здесь также подстаканники. Данный подголовник. Если третий пассажир сидит. Можно поднять. Также данная система здесь опускается. Это если вам вдруг нужно положить лыжи. И ехать в машине четвером. То вы легко это сделаете. Так как этот лючок сзади можно открыть. Вот сколько места сзади остается. Я считаю достаточно. Здесь очень классно. Ночью также все подсвечивается. Постараюсь это все снять и показать. Также сзади имеется два динамика. Покажу багажник автомобиля обязательно. Багажник автомобиля скажу честно не очень большой. Вот оно место под лыжи как я говорил. Лючок открывается. Здесь также у меня лежит коврик. Запаски у данного автомобиля не было с завода. Здесь с завода лежит сабвуфер. Бассе вот он находится. Вот он прикручен. Его как обычно в порту не стырили. Это усилитель. Ну и ключи которые были в автомобиле. Все находится на своих местах. Звучание музыки в автомобиле на высшем уровне. Мне все нравится. Музыку даже когда очень громко слушаешь. Все равно получается очень приятно ее слушать. И низкие и высокие. Все сбалансировано. Нет никакого вот этого репения и так далее. Ну и естественно желательно скачивать музыку в хорошем качестве. Как я и делаю. Также имеется контроль слепых зон. Здесь при перестроении, обгоне. Если есть какая-то машина сзади автомобиля. В слепой зоне обязательно загорается индикатор с двух сторон. Имеется возможность регулировки руля выше-ниже, вперед-назад. Многие сейчас задаются вопросом. Чем же отличается QX от QX30S. И я вам отвечу на данный вопрос. Я не нашел информации об этом вообще в интернете. Отличие всего лишь в данных сидениях. Два сидения впереди. Срезанный руль внизу. И вот такие вот сидения сзади. Собственно этим и отличается версия QX от QX Sport. Еще круто сделали в Ниссане то, что данный автомобиль. Была же первая версия Q30 автомобиля. Он практически ничем не отличается. Но на QX, когда они добавили букву X. Они подняли автомобиль на 3 сантиметра. С одной стороны кажется, что это немного. Но я вам скажу честно. Это все решает. Эти 3 сантиметра полностью все решают. Когда подъезжаешь к бордюру близко. Ты не боишься, что ты зацепишь бордюр. Потому что, как правило, бордюр остается под бампером данного автомобиля. Неоднократно я это проверял. Поначалу боялся. Просил, чтобы вышли, посмотрели. Действительно ли все хорошо. Действительно ли я не зацеплю бампером бордюр, которым я паркуюсь. Но потом было все отлично. И я уже перестал бояться. По резине. Здесь стоят 19 диски. Размер резины 245 на 45. Конечно, покрышки не дешевые. У меня зимняя резина Мишлин стоит. Но как бы на покрышках экономить не хочется. Сейчас я покажу, как встречает автомобиль ночью. Стоит дотронуться до системы открытия. Сразу загорается оптика. Ледовская. И сзади оптика загорается. Здесь подсветка на камеру. Видите? Светит. То есть камерой ночью подсвечивается. Все видно. И вот салон автомобиля в ночное время. Сейчас покажу, как камеры работают. Видите? Благодаря подсветке все видно. 360 видно. Задние сиденья также подсвечиваются. Ручки подсвечиваются. Все везде подсвечиваются. Ноги. Вот так подсвечиваются. Обратите внимание. Вот подсвечиваются кнопки. Здесь приятно. Желтым подсвечиваются кнопки. Также подсветка на руле. Все в тон. Все очень симпатично выглядит. Честно скажу вам. Машина вызывает у меня восторг. Очень мне нравится. Ну а теперь расскажу о ее недостатке. Для меня огромным недостатком данной машины. Как вы думаете, что было? Правильно. Наличие места в автомобиле. Все круто. Но, как известно, я занимаюсь перевозками. Данную машину я покупал для себя. И чтобы ее ставить под частные трансферы. И скажу вам честно. Места сзади маловато. Места в багажном отделении маловато. Там максимум вмещается два больших чемодана. И все. Больше ничего не поставишь. Вот именно место в данной машине послужило тем, что я ее захотел продать. А на этом я буду с вами прощаться. Спасибо всем, что посмотрели видео. Тот, кто еще не подписан на канал, обязательно подпишитесь. Ставим пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok